доброе утро дорогие друзья наша студия стала еще краше и прям блестит и сверкает у нас сегодня студии прекрасные красивые лица да у нас сегодня студии гости которые знаете за свои такие года сколько вам лет самому старшему 11 в 11 летнем возрасте добились больше чем я свои 29 итак у нас сегодня в гостях а джамал осмонов вице-президент международной организации всемирной легии красоты и моды модель телеведущая доброе утро доброе утро маргарита салюкова мини-принцесса азии 2018 мисс талант доброе утро хайвина исламова гран-при мини-принцесса азии 2019 супермодель азии 2019 лучшая улыбка азии 2019 уже доброе утро и рамиль исламов топ модель азии 2019 победитель мини-принц азии 2019 доброе утро дай пожать тебе руку молодец рассказывайте как вам удалось обойти нас как вам индустрия моды так сказать нравится да почему вы решили этим заниматься ну потому что мы красивы и умны например маргарита она у нас сама человек сцена она занимается художественной гимнастикой на профессионально занимается вокалом то есть для нее выход сцену был не дебютным она там чувствует себя как рыба в воде она выступала уверенно и ну можно сказать что уверенно шла к победе маргарита у нас выиграла в 2018 году осенью хавина она получила гран-при 2019 году рамиль у нас тоже выиграл среди мальчиков вот так получилось что двое детей с одной семьи выиграли вот почему они очень рады и вот сейчас мы буквально через пару дней 6 мая отправляемся в турцию представлять кыргызстан на международном конкурсе мини мисс мистер мира расскажи пожалуйста вот об организации о лиге красоты и воды да мировая лига красоты и моды вот такой у нас замысловатое название эта организация в индустрии моды работает уже более 30 лет каждый год проводятся разные конкурсы красоты это мини мисс мистер мира мини мисс мистер вселенная а также региональные конкурсы в каждой стране я являюсь директором в центральной азии в кыргызстане в казахстане провожу кастинги мероприятия сопутствующие и отбираю самых лучших детей вернее в этом не помогает жюри чтобы достойно представить нашу страну казахстан на международной арене наши дети уже вовсю готовятся они предвкушают это событие фееричное я очень надеюсь что мы победим но на самом деле прийти на кастинг может каждый ребенок но все-таки это конкурс красоты в первую очередь мы смотрим на внешние данные ребенок должен быть необычной внешности он должен быть притягательным и немаловажно его харизма обаяние он должен выделяться из толпы он должен гореть и он должен быть настоящей звездой потому что все-таки представлять страну это не шутки шутить поэтому поэтому дети наши они на самом деле солдаты и когда кто-то видит их в процессе они сейчас сидят такие скромные стеснительные а когда перед ними много людей они на сцене и их просто не узнать да они меняются и многие гости поражаются вот другие дети уже давно заплакали бы сказали все я не хочу они у нас солдаты действительно они всегда готовы вот сегодня даже они приехали так рано проснулись такие красивые и бодрые жюри мы обязательно порядке приглашаем компетентных людей которые работают в индустрии моды красоты которые непосредственно связаны со сценой и они понимают и знают толк красоте вот именно я думаю что такие профессиональные люди могут помочь мне выбрать у меня такой вопрос к детям вас родители заставили или вы сами как сильно мучить вас айджамалта она ругается строгая не строгая хором нет просто я как-то был на этом отборе но там правда отбирали не маленьких детей а довольно-таки взрослых девушки нам было очень строго инструктор ругал инструкторы как вас называют ругал и кричал преподаватель по дефиле ну или организатор конкурса знаете именно поэтому я работаю с детьми потому что я в принципе не конфликтный человек и я не стараюсь избегать таких острых ситуаций а работая с детьми в принципе нам даже не приходится ругаться потому что я им очень доступно лаконично объясняю что нужно сделать они меня слушаются они у нас воспитаны приходят вовремя очень пунктуальны и в принципе с детьми работать очень приятно на самом деле потому что такая самоотдача у них они у них глаза горят вот поэтому я считаю что у них огромное будущее впереди хорошо как ваши родители относятся к этому положительно вы же у них говорите мам мне нужно купить платье на такой-то конкурс я хочу такое-то такое-то платье потом через неделю мама у меня опять такой-то как бы одно платье можно на несколько конкурсов ну хотя бы здесь легко да папа сейчас каждый конкурс какой-то показать свои таланты у вас какие таланты чтобы показать я пою так давай продемонстрирую любую песню то куплетик или припевчик каяк таби и коданды где рыка не кичи рады ким пиле где он и на пейме дешевым декшевы кельгейте за день ким пиле джан 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 и ра гангаджины и более дай мать и дыра ты куда-то ходишь репетирующий это талант от природы ну у меня был голос на я его тоже тренирую чтобы он как бы не пропал будущее страны какие виды танца мы время больше современные даже скажем да пластичная значит а ты представляю такую картину на сцене этого на очень-очень так здорово но его визитная карточка ранина мне кажется это уверенность себе чувствуется до чувствуется да даже когда он пришел на кастинг уже одним своим появлением свою улыбку он просто сразил всех членов жюри наповал а это я считаю очень важно на сцене по социальным сетям я за вами наблюдаю то что у вас там проходят съемки фотосессии с конкурсы постоянно мероприятия я не раз участвую ребят вы не устаете нет вам я не знаю энергетиков то наливают кофе разрешают пить ну на самом деле они же дети у них энергии намного больше чем у нас вот буквально недавно они отнялись для обложки моего детского глянцевого журнала который я открыла и скоро выйдут три весенних выпуска они станут лицами мы отсняли уже презентационные ролики для нашего международного конкурса где дети рассказывают про себя и говорят о нашей любимой стране это вот очень интересные ролики которые мы покажем другим странам мира и я думаю что они уже готовы предвкушают перелет да уже ближайший вот сказали в ближайшее время летите в турцию четвером летите мы летим конечно же с родителями обязательно потому что детям на конкурсе помимо меня еще нужна поддержка родных и близких людей так как конкуренция будет очень сильная будет участвовать около десяти стран мира и конечно возможно раз переживаются переволнуются поддержки в этот момент да мне кажется очень важно чтобы рядом близкий человек который тебе скажет давай ты сможешь когда я сама летала на международные конкурсы красоты не в детском возрасте разумеется такой возможности у меня не было там не разрешено брать с собой маму я бы взяла бы да и вот просто обняла бы ее перед выступлением а дети мне кажется ну обязательно с родителями должны лететь ну и в первую очередь ради безопасности а ромина ты вообще чем занимаешься помимо того что ты самый красивый у нас что-то еще любишь делать я занимаюсь спортом каким видом спорта борьба борьба я не знаю туда можно просто подходить там все враги жилья твоя боксом дальше занимаешься я ты не боишься лицо повредить уж синяк нет а если он синяк заработать что будет с конкурсом ну мне кажется рамин у нас очень ловкий да и поэтому это не переживает хорошо постараться зато у нас есть защитник понимаете мы летим в турцию и нам есть на кого полагаться смотрит представители наш гость из турции то от нас к вам едет боксер на самом деле я считаю что я не использую все свои ресурсы все свои возможности возможно если бы я работала на износ то может где-нибудь проводила уже в америке бы конкурс вот ну я просто амбициозный человек но я считаю что девушка в первую очередь эта девушка и приоритеты расставляют таким образом что семья у меня на первом плане семья личная жизнь а всю оставшуюся энергия уже направляю на карьеру на работу ну и как-то получается успевать потому что мне нравится это дело это моя отдушина мне нравятся дети мне нравятся мои проекты а я их сама создаю и я поняла что намного интереснее творить самой чем работать на чью-то мечту наверное поэтому вот мне кажется это источник моих сил как и планы вашей лиги так сказать но будем развиваться будем расти у нас после конкурса мини мисс мистер мира планируется еще один международный конкурс мини мисс мистер вселенной он состоится уже осенью очень скоро а где в турции городе бодрум до бодруми в измире в основном вот в этих местах проходит конкурс а в каких странах вы уже побывали ну детки у нас много где побывали ну отдыхали может быть по каким-то делам летали на конкурс международный они летят первый раз все трое детей да это их дебют и сразу на таком престижном конкурсе но они жуте не единственную те же там еще и еще деться многодетная мать да можно сказать да многодетная и дети у меня со всех стран мира у меня есть две команды помимо когда станции еще казахстанцы вот меня как истинная патриотка вылетаю с командой из кыргызстана будем поднимать наш флаг сама участвуешь я сейчас уже немножко от этого отхожу потому что много где участвовала ну и как вы говорили невозможно наверное везде успеть и сейчас пока вкладываю душу в развитие этих проектов потому что я вижу что они интересны людям я вижу как много у нас артистичных интересных талантливых детей и хочется давать им возможность если честно потому что в моем детстве такого шанса не было мы постсоветские дети и пойти куда-то на танцы это было уже здорово чтобы представить страну на международном конкурсе если бы меня кто-то повез на конкурс я не знаю что бы со мной произошло вот поэтому мне кажется что у современных детей есть потрясающие возможности и ими нужно пользоваться расскажите о ваших увлечениях хобби чем вы занимаетесь свободное время свободно отойдем а время ну я занимаюсь помимо вокала гимнастика художественный игра на фортепиано и даже недавно занималась визажем еще актерским мастерством не очень длинный послужной список мы когда снимали ролик про маргариту мы даже не знали как это все в три минуты уместить потому что у нее столько талантов и чтобы маргарите назначить какие-то съемки нужно заранее вписаться в ее график потому что у нее на неделю уже все расписано буквально ежеминутно они с мамой пчелки просто бегают и мотаются по городу ну вот я сама поражаюсь мне вот у детей надо поучиться как они успевают а у вас есть свои трейлеры где вы сидите со своими помощницами вас там гримируют звезды там с табличками мы к этому идем да я надеюсь и райдер у нас скоро появится классно а как этом относится у вас в школе например они знают что вы участвует что выигрываете самое главное как ваши друзья к этому то есть они вас поддерживают ну нет а у тебя какие увлечения у меня я катаюсь на роликах рисую и танцую в школе как учитесь какой у вас любимый предмет физкультура сейчас скажет физика геометрия я люблю заниматься математикой вот как я и вспомнила одну ситуацию когда мы недавно снимали презентационный ролик о кыргызстане мы снимали хавину и где-то она увидела рядом одноклассника и так сильно засмущалась вот то есть есть такой стереотип что дети становятся самоуверенными после победы в конкурсе красоты но она до сих пор у нас такая же стеснительная скромная и мне кажется это замечательно и это наверное красит наших девочек детей с азии в целом даже когда мы летим на международный конкурс организаторы всегда поражаются насколько вас воспитанные дети всегда уступают места старшим они не начинают есть пока старший не сядут за стол ну просто какие-то элементарные вещи и мне кажется вот в этом прелесть ну это у нас в крови на этом мы экономим знаете у нас сегодня тема необычная то что необычное происходило у вас или что-то необычное вы видели что такое или по истории такие необычные которые произошли в мире моды но сразу приходит на ум случай на международном конкурсе красоты мисс туризм это этот конкурс состоялся в голом пуре проходил в малайзии и я помню что у меня сломался каблук на генеральной репетиции прямо перед финалом это было вот прям как фильме в какой-нибудь комедии это были на тот момент мои единственные туфли я тогда только начинала свой творческий путь модельной деятельности это был мой первый такой серьезный конкурс красоты и я иду репетирую и чувствую вот что-то вот под ногами происходит оказывается такой блок сломался и тогда я просто была в недоумении я не знала что делать уже через три часа конкурс бежать искать туфли ремонтировать в малайзии куда бежать и я удивилась когда представительницы других стран мира они подбежали ко мне и начали предлагать помощь то есть они были готовы отдать последние свои туфли они говорят давай ты выходишь после меня давай я выбегу потом забегу передам тебе туфли ты переодеть давай что-нибудь придумаем а многие думают что вот конкуренция что конкуренция безумная да и что девочки не лазят нет на самом деле очень дружные и вот тогда я просто была удивлена ну знаешь получается вот эти на во время награждения когда кого-то побеждает кто-то побеждает ей надевают корону то что все остальные радуются обнимать это не наигранность это на самом деле в душу наверное каждому человеку невозможно залезть но королев красоты обучают так что они в первую очередь леди они должны с достоинством держаться от начала до конца выиграли не выиграли но не будем называть это проигрыша они должны стоять они должны улыбаться всегда есть исключение из правил всегда есть одна девушка или две которые могут завидовать разозлиться да они могут просто до во время награждения уйти со сцены но мне кажется это неправильно нужно уметь достойно проигрывать нужно понимать после например я тоже не всегда выигрывала я просто каждый раз анализировала если я не одержала победу что было не так чем эта девочка была лучше на чем мне нужно работать и это мне помогало расти вот ну а есть девушки которые не объективные они не могут понять осознать и ну такие люди никогда не вырастут я считала как личности вот таких случаев бывает очень очень много самых разных ну и на детском детском тем более будет еще 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 веселее у них будет интересное мероприятие церемония обмена подарками дети готовят национальные сувениры а у них также как и у взрослых проходит там конкурсу задаются вопросы на знание проверяю у детей на самом деле упрощенный вариант конкурса потому что у нас разный возрастной диапазон то есть участвуют дети возрасте от 3 до 17 лет есть те которые только научились разговаривать поэтому таких интеллектуальных конкурсов нет в первую очередь смотрят на артистичность на умение себя преподносить и на таланты у нас в течение 10 дней почему мы летим на 10 дней многие спрашивают это можно провести за два дня а мы каждый день проводим определенное мероприятие например у них церемония обмена подарками также будет проходить конкурс красоты для мам для желающих у них будет конкурс талантов конкурс видео то есть каждый день у нас будет очень насыщенный ребят вот расскажите вот что вам самое такое нравится в конкурсах участвовать самый самый самый-самый любимый момент награждение мне не знаю может кому-то просто нравится по подиуму идти в сам процесс асанку на сам процесс вот эта атмосфера терричу что нравится помимо награждения спасибо ребята что вы к нам пришли давайте от вас небольшие пожелания от наших так сказать сам красивых город ну давайте детки наверное да это небольшая репетиция перед турцией вам нужно говорить давайте привет и поздравления вашим близким родным или просто жителям города зрителям всем привет желаю вам всем удачи и передаю всем большой большой привет я желаю вам счастья здоровья чтобы не болели самое главное счастье здоровья чтобы не болели доставили на базарику давай от тебя маленький привет передай привет маме и папе и все мама папа заделись давай я мало тебя всех вашей организации всем еще раз доброе утро дорогие телезрители спасибо что это утро вы проводите вместе с нами я надеюсь что вам интересно было послушать наше интервью и держите за нас кулачки мы летим на международный конкурс красоты с детьми имени миссии мистер мира и мы постараемся принести нашему любимому кургызстану победу до побед а также дорогие телезрители я бы хотел бы сказать тем кто может поддерживать наших маленьких деток мне спонсорская поддержка будет не лишняя также есть вы будете рады наверно если с победой приедете а вас в аэропорту там встретит нож это наш мечта просто до чтобы нас встретили скажу желаем удачи успехов и конечно же победы и пусть все пройдет как вы хотите как вы планируете ребята джамал мы всегда на связи и неважно победите вы или нет будьте на связи мы приедем вам сделаем про вас только не маленький материальчик чтобы люди знали о том что наше будущее но мы дорогие телезрители попрощаемся с нашими гостями еще за кадром а для вас небольшая такая музыкальная музыкальная пауза но музыкальная пауза но